Немного представлю Сергея. Сергей человек, который как раз курирует вот эти вот маркетплейсы, партнерские решения, попадающие к нам, проходят волшебную модерацию, попадают в наш стор, про который мы вопрос сегодня поймали. И в сторе есть разные типы приложений. Вот сегодня Сергей расскажет презентацию и точно так же вопрос я, друзья, прошу в приложении мобильное или под трансляцию их адресовать, и мы ему потом зададим и помучим немножко что есть. Я на них отвечу. Да, ну давайте отвечу, не помучим, а отвечу. Хорошо, удачи. День добрый, коллеги. Я сегодня буду рассказывать не про все маркетплейсы, а только про приложение 24, то есть маркетплейс для Bitrix24 облачного. Но на самом деле это будет связано не только с облаком. Как сказал Михаил, речь пойдет и про коробку в том числе. Сначала немножечко цифр, которыми я хотел поделиться, ну в первую очередь, наверное, с партнерами, потому что именно они разрабатывают приложение для Bitrix24. рассказать про те цифры, те показатели, которые были достигнуты в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015. Вот эти вот волшебные 146% на самом деле абсолютно честные. И речь идет прежде всего о возросшем количестве готовых решений для Bitrix24. В этом году, за вот эти полгода, мы сделали, ну появилось 146% в сравнении с предыдущим годом новых приложений для облака. Это, в общем, достаточно серьезный такой показатель. То есть количество приложений растет. Нас это очень радует по той простой причине, что каждое такое приложение, оно закрывает некий недостаток функционалов для какой-то конкретной предметной области. В общем, приносит дополнительную пользу для пользователей Bitrix24. Сейчас в каталоге опубликовано 231 решение тиражное. И вне каталога, по нашей статистике, ну более полутора тысяч приложений, которые не видны в каталоге, но которые используются в облачном Bitrix24. То есть это решение, написанное под конкретного заказчика, под конкретные какие-то бизнес-правила, но не вышедшие в тираж. Так. Цифру установок вы тоже видите. Исходя из того, что у нас Bitrix24 попробовала миллион двести тысяч компаний, можно понять, что большая часть из них попробовала и тиражное решение. Мы очень хотим, чтобы вот это количество установок увеличилось. И я буду сегодня рассказывать про те три важных шага, которые мы сделали в этом направлении в 2016 году. Это рост продаж за 2016 год. Причем я бы обратил внимание на тот момент, что динамика появления новых решений, она чуть-чуть отстает от динамики роста продаж. На самом деле это означает, что даже существующие приложения, которые уже есть в облаке, они продаются все лучше. Куда ты делся? Нет, все нормально. Они продаются все лучше и лучше, то есть пользователи начинают их ставить, начинают ими пользоваться, начинают за них платить. Нас это очень радует, и мы хотим, чтобы вот этих денег стало больше у партнеров. И для этого, как я уже сказал, сделали три больших шага. Ну прежде всего я сегодня расскажу про единый каталог приложений для облака Bitrix24 и для коробки Bitrix24. Немножечко поговорим про поддержку мобильных приложений в мобильном аппе стандартном Bitrix24 и про установку приложений любым пользователям. Сейчас вы увидите сценарий, который на самом деле демонстрирует, как находясь в коробке, это не облачный портал, вы видите тот же самый marketplace приложения 24, который доступен в облаке, также занимаетесь установкой, даете разрешение, и вот запускается, собственно, приложение, которое было написано для облака, оно работает исключительно на REST, то есть здесь нет никакого сервера на PHP, никакого серверного кода, это приложение, которое писалось для облака, а теперь оно будет работать в коробке. Ни пользователям, ни разработчикам, в общем-то, ничего особо доделывать не придется для того, чтобы это работало, ну для пользователей вообще ничего, для пользователей просто теперь marketplace приложений 24 доступен в коробке. Есть второй сценарий, который делает то же самое, но вы выходите в облако, заходите в раздел приложений, находите там приложение для Bitrix24, в качестве адреса указываете свой локальный портал коробочный и, собственно, также устанавливаете решение. Очень простая установка, очень понятный для пользователя. Теперь о том, как это работает с точки зрения разработчика. Ну, во-первых, что приятно для наших партнеров, весь биллинг, который есть в Bitrix24, он будет работать и с копиями приложений, которые ставятся на коробочные порталы. То есть вам не нужно заботиться о купонах, вам не нужно заботиться о реальных демо-периодах, все работает точно так же, как в облаке. Вообще ничего не меняется. Вы также можете купоны выписывать, давать триалы и так далее. Приложения первого типа, так называемые, то есть статичные приложения на HTML и JS работают вообще без переделок. Они будут разворачиваться в облаке, но показываться и работать будут с коробочным порталом, обращаясь к его данным. Тоже ничего переделать не нужно. Если у вас есть такие приложения, они уже будут работать в коробке. Серверные приложения, которые работают в контексте пользовательского интерфейса, в общем-то тоже переделывать не нужно. Что нужно переделывать? Во-первых, есть рекомендация, чтобы все-таки коробочный портал, если на нем планируется в дальнейшем использовать приложение из облака, все-таки использовали SSL-сертификацию. В принципе, оно, наверное, будет работать и без HTTPS, но лучше бы, чтобы был HTTPS, потому что так и надежнее. И, в общем-то, мы точно знаем, что этот сценарий работы проверен. По HTTPS такой стопроцентной гарантии у нас пока еще нет. Мы очень рекомендуем, чтобы все-таки коробочные порталы разворачивались в кодировке UTF-8. Хотя технологических ограничений на использование в коробке Win1251, в общем-то, нет, но могут возникнуть неожиданные эффекты. И серверные приложения, которые используют явную авторификацию по протоколу OV2.0, их придется обновить, потому что возникает вопрос о безопасности. Если вы занимались разработкой, то вы знаете ли, смутно помните, что на первых двух шагах авторизации по REST-у идут обращения по адресу портала. То есть к бла-бла-бла, bitrix24.ru, дальше слэш и обращение к конкретной команде авторизации. Так вот в этот момент, на втором шаге, по-моему, если мне память не изменяет, передавался параметр под названием ClientSecret. Это, в общем-то, скрытый параметр приложения, который не хотелось бы, наверное, отдавать в коробочный портал. Ну, зачем нужна такая утечка? Чтобы, собственно, такой утечки и не было, теперь все запросы по авторизации перенаправляются на специальный сервер авторизации. Он доступен по отдельному адресу. Фактически все, что вам нужно переделать, это первые два или три шага авторизации перенаправлять на него. Подробнее об этом написано в учебном курсе. Учебный курс доступен по ссылке, вот по этой короткой. В общем-то, там все нюансы описаны с примерами. А для тех, кому лень всем этим заниматься, есть и другой вариант. Максим Месилов, наш MVP, уже давно выложил и поддерживает библиотеку классов на PHP, которая является оберткой вокруг RESTAP. Уже сейчас эта библиотека поддерживает изменения авторизации, про которые я говорил. Вы можете по ссылочке скачать себе PHP SDK. Мы очень рекомендуем, на самом деле, пользоваться этой библиотекой. По нашей статистике, если мне память не изменяет, более четверти запросов всех к RESTAP идет с использованием этой библиотеки. Она действительно отлажена, она используется во многих приложениях. Очень хорошая вещь. Я не вижу присутствует ли Максим в зале. Он точно был, но, наверное, ушел. Поаплодируем ему, он сделал огромную работу, которая вам потом сэкономит ресурсы. Второй шаг, который мы считаем важным. Мы вообще рассчитываем на то, что чем более правильный путь использования приложений мы пользователям в первую очередь предложим, тем больше будет установок партнерских, и тем больше денег партнеры заработают на этих приложениях. Поэтому сделали еще один шаг вперед, представив партнерам возможность показывать их приложения для облачного Bitrix24 в нашем стандартном мобильном мапе. Ну, вот так вот, наверное, это выглядит, если сейчас запустится видео. Мы сделали с партнерами, которые откликнулись до презентации, адаптацию существующих приложений для мобильного приложения. Собственно, вы видите, как это выглядит с точки зрения обычного пользователя. Он также запускает наш мобильный апп, видит на закладке приложения, установленные у них на портале, и, в общем-то, спокойно этими приложениями пользуется. В принципе, серьезных каких-то ограничений на приложение при этом не накладывается. Единственное, что мы, конечно, рассматриваем это как первый шаг только, поэтому не все приложения будут в мобильном мапе нормально работать. Требования на текущем этапе технически очень просты. Прежде всего, естественно, мы требуем, чтобы приложение было сделано в адаптивной верстке. Мы рекомендуем, чтобы интерфейс этих приложений рассчитывал только на себя, потому что фактически приложение пока еще не имеет доступа к самому мобильному устройству. Вы не сможете вызвать из такого приложения стандартные какие-то диалоги, вы не сможете, например, по клику открыть задачу или перейти в сделку. То есть разрабатывая интерфейс приложения в расчете, что он будет показываться в мобильном аппе, надо понимать, что это вам дается отдельная страница, отдельный инстанс браузера, и вы внутри него делаете все, что вам нужно, обращаясь по рестапе к объектам портала. Можно генерировать какие-то идентификации, они будут в виде пуша выпрыгивать, но в сам интерфейс мобильного аппа вы вмешаться не сможете. На уровне приложения, я имею в виду. И третий шаг, который мы посчитали очень важным, есть гипотеза, что количество установок будет больше, если установкой приложений будут заниматься обычные пользователи, которые в дальнейшем будут этими приложениями пользоваться. Есть такой сценарий, когда портал заводит по просьбе руководства какой-нибудь системный администратор, он его завел, у него единственные администраторские права, все, что можно сделать с порталом, делает только он, все остальные только пользуются. И возникают сложности, когда люди действительно видят какое-то интересное решение, например, по CRM, они-то CRM пользуются, а этому системному администратору да их проблем с продажами, в общем-то, очень далеко. Пока они его уговорят поставить, пока он там что-то посмотрит, пока он раздаст права и так далее, и так далее, все может уже далеко уйти, люди свое приложение не получат или получат поздно, или что-то им там неправильно настроят. В общем-то, все замыкается на неком таком бутылочном горлышке, которое, возможно, будет мешать. Собственно, мы этот сценарий видим на самом деле даже в самом Bitrix24. Есть очень много кейсов, когда себе портал заводит, например, отдел продаж в компании. То есть это совершенно не технические люди. Они просто хотят облегчить свою ежедневную работу. Они заводят портал Bitrix24, сами занимаются настройкой CRM, что-то там делают и, в общем-то, свои показатели улучшают. То есть там технический отдел компании вообще не участвует. А потом это масштабируется уже на компанию в целом. В общем-то, тот же самый сценарий, на наш взгляд, должен работать и с приложениями. И, исходя из этой гипотезы, мы, в общем-то, решили сделать возможность установки приложений не администратором. То есть любой пользователь, независимо от его прав, может зайти в каталог приложения Bitrix24 и установить приложение на портал. Естественно, приложение должно работать с ограничением прав в контексте конкретного пользователя. Такая была наша гипотеза. И, в общем-то, все было практически готово к сегодняшнему дню. Ну, а потом наш ведущий разработчик спросил меня о безопасности. Ну и, в общем, к демонстрации мы немножечко не успели. Этот сценарий пилится. Он доделывается. Речь идет уже буквально про дни. То есть мы, к сожалению, не успели к Bitrix24D. К Bitrix Day, пардон. Но уже в ближайшие дни эта возможность появится. Как она будет работать? В общем-то, сценарий мы рассмотрели очень простой. Во-первых, исходя из того, что все-таки в каталоге у нас уже целая куча приложений, и они зачастую рассчитаны на установку с правами администратора. Ну, зачем такое нужно? Например, при установке приложения оно создает какие-то дополнительные поля в CRM. Или еще что-то такое. То есть создает какие-то объекты, внутреннее хранилище данных. Для этого действительно требуются административные права. Разработчики приложений знают, нужно ли для установки приложения иметь административные права. Соответственно, в своих приложениях существующих они смогут выставлять галочку. Требуется ли для установки приложения права администратора. Мы эти приложения будем помечать в каталоге, чтобы пользователи, которые ходят по каталогу приложений 24, могли знать, хватит у них прав на установку, или все-таки придется им дергать администратора портала. При установке приложения каждым пользователям… Ну, давайте представим такой сценарий. Вася Пупкин поставил приложение со своими правами. Он дал разрешение на доступ к CRM, задачам. Что это означает? Приложение получило доступ к тем данным этого пользователя, которые он видит. Дальше он, этот Вася Пупкин, Петя Иванову сообщает о том, что вот прекрасное приложение, давай вместе пользоваться. Но Петя Иванов должен это разрешение дать самостоятельно. Соответственно, при первом обращении к уже установленному на портал приложению, у конкретного пользователя будет выскакивать подтверждение, которому он даст явное согласие на использование модулей и своих данных этому конкретному приложению. Собственно, сколько пользователей будет пользоваться приложением при первой аутентификации, либо при первом открытии в интерфейсе приложения, будет показываться диалог разрешения на модули. Ну и в принципе администратор портала, опять же, исходя из безопасности для каких-то больших компаний, может на уровне портала поставить запрет на установку приложений пользователями. Ну такой способ, наверное, закрыть портал от лишних приложений. Вот, наверное, как-то вот так эти шаги уже, в общем-то, сделаны. Как я сказал, установка пользователей, она практически сейчас завершается уже, эта задача. Речь идет на дни. Я думаю, в течение недели, может быть, двух, мы этот функционал проанонсируем уже по нашим источникам. Сергей, спасибо большое. Ну что, немножко вопросов. Есть один троллинговый вопрос, такой интересный. Значит, у нас есть модерация приложений. Мы ее делаем сейчас технически. Вопрос следующий. Не планируем ли мы осуществлять модерацию качества приложений? То есть не планируем ли мы проверять приложение на качество для того, чтобы гарантировать что-то конечному клиенту? Вопрос очень злободневный. Он на самом деле касается и Marketplace Boost в том числе, потому что мы, естественно, являясь первой линией поддержки по всем приложениям, по всем готовым решениям, сталкиваемся с жалобами пользователей о том, что их не устраивает в том или ином виде качества приложений, готовых сайтов и так далее. Но при этом есть логика Marketplace, которая говорит о том, что, в общем-то, это торговая площадка, которая должна регулироваться сама. Если мы будем заниматься проверкой качества решений на вот такой системной основе, то есть прямо делать полноценный QA для каждого решения, для каждого готового сайта, ну, во-первых, это очень будет затратно, соответственно, цены значительно возрастут. А самое главное, это даже не всегда возможно, потому что решение может представлять собой автоматизацию по какой-то специфической области, в которой мы, в принципе, не разбираемся, как мы можем проверить ее качество. Мы все-таки считаем, что качество должно регулироваться рынком. Соответственно, на уровне Marketplace мы даем механизмы системной оценки аудитории. То есть есть рейтинги готовых сайтов, например, в Marketplace, есть отзывы, которые могут давать только клиенты, реально совершившие покупку. Соответственно, новые клиенты, открывая какое-то готовое решение, они смотрят, ну, во-первых, на каком месте рейтинга находится готовый модуль, что про него пишут реальные клиенты, сколько у него установок. Если он видит, что, в общем-то, установок мало, отзывы в основном негативные, ну, зачем же его покупать. Но при этом все-таки мы хотим и партнерам в том числе помочь продвигать свои решения, поэтому мы планируем сделать обзоры точечные. Это не будет системная работа какая-то по проверке каждого приложения, но какие-то наиболее значимые приложения, на наш взгляд, интересные, мы будем рассматривать в расширенном таком режиме, давать какие-то рекомендации, может быть, по интерфейсу, для того, чтобы пользователям об этих готовых решениях рассказывать. Вот, наверное, как-то так. Еще один вопрос про грядущие планы. Количество решений в Marketplace и в приложениях Bitrix24 растет. Их становится все больше и больше. Сейчас мы обходимся категориями, и категории спасают нас для первичной фильтрации. Мы можем вывести, ну, не знаю, 50-80 решений по определенной тематике. Когда их станет существенно больше, не планируем ли мы, спрашивают разработчики в основном решений, дать какие-то механизмы для продвижения внутри, продвижения своего решения внутри этого Marketplace'а нашего? Мы думаем над этим вопросом. Это, на самом деле, сложная очень такая тема. Во-первых, потому что действительно продвигаться хотят все. И вот сейчас мы возьмем всех наших партнеров, которые занимаются разработкой решения, их довольно много, и они все хотят одновременно свое решение продвинуть. Ну, мы фактически возьмем весь Marketplace с обычного места, переложим в место приоритетное. В общем, непростой вопрос. Мы думаем над сценариями, открыто в этом смысле к обсуждениям. Если есть какие-то идеи, если есть какие-то, может быть, кейсы, как это сделано в аналогичных Marketplace'ах, мы с удовольствием их рассмотрим. Пока готовых сценариев продвижения, кроме базовых, мы не предлагаем. Может быть, не все партнеры знают, но в Marketplace для Boost, например, есть возможность публикации бесплатной рекламных баннеров для своих решений. То есть вы просто заходите в партнерский кабинет, подаете заявку, вы можете публиковать баннер, он будет в течение недели ротироваться, их всего будет пять, они ротируются по всему Marketplace'у. Вы ничего за это не платите. Просто нужно быстренько подать заявку в очередь, потому что она, в общем-то, забивается достаточно быстро. Есть возможность поучаствовать в партнерских вебинарах, ориентированных как на клиентов, так и на других партнеров. Потому что если вы пишете какие-то модули или какие-то решения, на самом деле, по нашей статистике, продажи идут 50 на 50. Вы сделали готовое решение, 50% покупают конечные пользователи, 50% покупают партнеры, которые потом их продают конечным пользователям. Следовательно, ваше решение надо маркетировать и на ту, и на другую аудиторию. Мы даем возможность посоучаствовать, скажем так, в наших вебинарах и на ту, и на другую аудиторию. Тоже через партнерский кабинет можно подать заявку, в которую рассказать о своем решении, почему вы хотите, допустим, провести этот вебинар, о чем вы хотите на этом вебинаре рассказать, показать. Эти заявки рассматриваются. Мы, в общем-то, стараемся практически их не отбрасывать. Их не так много на текущий момент. Вы можете этим воспользоваться. На самом деле, вот говоря про частый вопрос тоже, давать или не давать партнерскую скидку, у нас есть такой вопрос. Давать. Однозначный ответ – да. Обязательно давать, да. И вот, к сожалению, этот вопрос пока еще юридически не закрыт для приложений в Bittrex24, связанные, ну, как я же сказал, юридические проблемы. Если вы разрабатываете решение для Marketplace Boost, обязательно давайте партнерские скидки. Реально сейчас динамика именно такая, 50 на 50, и партнерских продаж становится все больше. Если вы не даете партнерские скидки, вы себе отрубаете огромный финансовый поток. Ну, еще, наверное, скажу про офлайн-маркетинг. У нас есть большое количество мероприятий, которые проводим и мы самостоятельно, и, соответственно, наши партнеры в разных регионах, в Москве, Санкт-Петербурге, федерально, очень много мероприятий проходит, где мы собираем аудиторию и рассказываем о продукте, например, о продукте Bittrex24, и говоря о том, что вокруг продукта находится, в том числе о партнерских решениях. В Москве и в Питере такие семинары проходят регулярно, и можно действительно просто поднять руку, сказать, у нас есть такое красивое решение, мы готовы красиво запаковать его в презентацию, показать такой кейс, и с этим кейсом можно выйти к аудитории и рассказать. Да. Про свой маркетинг, конечно, тоже не забываем. Давайте теперь, наверное, в завершающей части уже, есть ли у тебя рекомендации для разработчиков решений, которые сейчас планируют что-то делать, или думают, не сделают ли какое-то готовое решение, в чем может быть плюс такого решения, есть ли там экономический плюс, есть ли там оптимизация бизнес-процессов внутри студии, внутри компании, или в какую сторону пойти? Ну, по поводу автоматизации внутри студии, это, в общем-то, частое явление. Я вот на самом деле уверен, что из тех 1700 установок, которые не попали в каталог, ну, наверное, процентов 25, это тоже те инструменты, которые партнеры пишут сами для себя. А можно я здесь уточню? То есть есть 1700 установок, которые не публичны? Не установок, а решений самих. 1700 решений, которые не публичны, да? Да. То есть что это означает? 1700 непубличных решений означает, что решение разработано либо под себя, либо под конкретным заказчиком, да. Под конкретную компанию, под конкретного клиента. И это, кстати, частый кейс, мы про него не часто рассказываем, но, тем не менее, посмотрите, это очень высокий процент того, как именно сценарий, как именно разрабатывается решение. Не просто в надежде на то, что это решение когда-то пожнет плоды, оно будет популярным и востребованным, а клиенты Bittrex24 обращаются, говорят, дайте нам такое приложение, которое изменяет или дорабатывает, сделать настройку над остальным функционалом. Этот сценарий похож на обычный партнерский бизнес по разработке сайтов, когда бизнес-логика делается под конкретного заказчика, ну и бюджет соответствующий. То есть это не тираж, где вы вдумаете о ценообразовании, о том, чтобы это пригодилось куче разных людей, то есть широкая аудитория пишет под конкретного заказчика, с ним оговаривать техническое задание. Ну, в общем-то, это обычная разработка. Прости, я тебя сбил, давай вернемся к рекомендациям. Да, к рекомендациям. Ну, то есть как бы инструменты для себя, это хороший вариант, но как бы это скорее разработческая такая история. Если говорить все-таки о продажах каких-то, то есть два направления. Первое – это разработка бесплатных решений в расчете на то, что вы потом будете использовать для этих решений работать как следами, то есть продавать им какие-то дополнительные услуги. И вторая тема – это действительно разработка платных тиражных решений. Здесь, ну, наша рекомендация, наверное, сводится к тому, чтобы смотреть в сторону отраслевых решений. Если вы знаете какую-то отрасль хорошо, вы ее уже автоматизировали, вы понимаете потребности этой аудитории, мы крайне рекомендуем разрабатывать тиражные решения для этой самой отрасли. Во-первых, потому что пока еще отраслевых решений в каталоге приложений 24 не так много. То есть есть хороший шанс сейчас эту аудиторию без, в общем-то, конкуренции захватить. Во-вторых, это, в принципе, решения, которые, скорее всего, никогда не будут появляться в самом продукте Bittrex 24. Мы все-таки автоматизируем инструменты, которые нужны всем. Отраслевые решения, они рассчитаны на узкую аудиторию, и вы можете быть там хозяином горы. То есть основная рекомендация такая – не придумывать какие-то сложные сценарии. Ну, очень часто очень грешат партнеры. Есть куча приложений по управлению задачами, которые каким образом создаются. Вот есть студия-партнер, они автоматизируют управление задачами внутри. У них получилось. Ну, они нашли какой-то сценарий, который годится вот прям вот им. Им кажется, что вот эту вот пользу, которую они для себя придумали, можно подарить людям. А людям ее, скорее всего, подарить нельзя, потому что сценарий уникальный, и, скорее всего, он не масштабируется на всех остальных. В результате появляется очередное приложение, которое вот какой-то сложный механизм отчетов там или сложный механизм ответственности предлагает. Но он не продается, потому что он требует внедрения. Вот когда мы говорим про тиражные продукты, тиражные решения, вы должны понимать, что никакого внедрения не должно быть. То есть вы должны делать продукт, который внедрение не требует. А это говорит о том, что сценарии должны быть простые. Ну, либо они должны быть отраслевые, понятные для отрасли конкретной. Вот. Так что первое место — это отраслевые решения. Второе — какие-то общие вопросы автоматизации, рассчитанные на простую, нетехническую аудиторию, с учетом того, что вы не сможете зайти в каждый дом и объяснить, как этим пользоваться. Если вы видите, что ваша идея, она именно такова, то есть она понятна сама по себе, у нее простой интерфейс, понятная бизнес-ценность, то есть люди будут понимать, зачем ставить это приложение, чтобы денег заработать или денег сэкономить. Тогда такое приложение пойдет. Такие примеры у нас есть. Собственно, например, конструктор документов, который я показывал в процессе установки, это самый продаваемый сейчас инструмент в приложениях 24. Его ценность понятна. Люди генерируют документы по шаблону CRM. Очень простой сценарий, несмотря на то, что можно там говорить об удобстве или неудобстве интерфейса. Кому-то удобно, кому-то не сразу. Но даже тем, кому сразу неудобно, они все равно привыкают, потому что ценности от продукта очевидны. И польза действительно тоже очевидна. Время экономится очень много. Пара практических вопросов из нашего приложения. Очень динамически развивается сам маркетплейс, методы и API. Как бы сделать так, чтобы очень оперативно узнавать об изменениях или грядущих изменениях API? Что можно сделать партнеру в этой ситуации? Ну, во-первых, сейчас есть портал, который посвящен маркетплейсу. Это dev.bitrix24.ru. Я рекомендую всем туда подписаться. Это открытая регистрация. Ссылку даже на регистрацию я опубликовал в блоге для разработчиков. В общем-то, все новости, связанные так или иначе с маркетплейсом, я имею в виду в основном с технической частью как раз, они не все будут появляться там, как минимум. Второй момент. Мы, конечно, будем публиковать эти анонсы в блоге, посвященном маркетплейсу, в разделе разработчиков на сайте 1sbitrix.ru. Ну, вот, наверное, как-то так. Самый оперативный вариант – это подключиться к комьюнити разработчиков в маркетплейс на портале, про который я сказал. Ну и вопрос перспективы. Что у нас с зарубежными рынками, когда мы сможем выйти маркетплейсовскими приложениями на зарубежные рынки и когда можно будет их, соответственно, продавать там? Увидеть бы, кто это спрашивает. А я могу показать в приложении вопрос, там есть фамилия прямо человека, вот рука есть, да. Хороший вопрос. Да, вопрос понятен, соответственно, мы сейчас хорошо присутствуем. И боль понятна. На российском рынке, да. Планируем ли мы, что мы для этого делаем? Мы для этого с господином Коньковым бьемся головой об стену, вот уже с декабря, наверное, прошлого года. В конструктивном смысле этого слова, я надеюсь, да. В конструктивном, конечно. Мы так бум, так она не пробивается. Близки ли вы? И насколько? Не близки, поэтому, к сожалению, я сейчас не смогу вас обрадовать. Перспектив в ближайшие, наверное, полгода о том, что платные решения в российском маркетплейсе можно будет продавать за рубежом, таких перспектив пока нет. Это горизонт там нескольких месяцев, полгода. Да. Да, на текущий момент единственная легальная схема, если вы выступаете как продавец, как разработчик приложений, это заиметь юридическое лицо иностранное, от его имени заключить партнерский договор с Bittrex Inc, разместиться в англоязычном маркетплейсе и вперед. Я прошу прощения, мы в вопросе из зала, к сожалению, принимать не сможем. К сожалению, вот эти географические платежи, пока мы легально предложить нормальную схему не можем. Там возникают и проблемы с передачей прав, и проблемы с НДС, в общем, там куча головной боли. Есть второй формат использовать приложения маркетплейса в качестве лидогенерации фактически. Мы не зарабатываем на них напрямую, не продаем их, но используем их для лидогенерации из зарубежных рынков, получая проекты. Есть третий вариант, который как бы пока не очень официальный. Мы планируем переделку каталога для того, чтобы были приложения с так называемыми встроенными покупками. То есть приложение ставится формально, но бесплатное. У него есть какой-то бесплатный функционал, дополнительный функционал, какие-то плюшки уже покупаются непосредственно внутри приложения. Сейчас для этого отдельной категории нет, она появится. Если, соответственно, вы делаете такое приложение и платежи будете обрабатывать сами, подключая внутри приложения PayPal какой-нибудь или еще что-то, вы можете мучиться с валютным контролем на уровне российского и юридического лица без проблем. Тогда уже получается, вы биллингом всем занимаетесь самостоятельно и можете продавать куда угодно. Это, в принципе, в себе вполне работающий сценарий, просто им пока еще не очень часто пользуются, потому что это организационный геморрой. Но почему бы нет? Если вы понимаете, что приложение будет востребовано на Западе, это, например, видно по его бесплатной версии, наверное, можно идти и таким путем. Спасибо большое, Сергей. Мы пошли уже в частные вопросы. У Сергея сегодня будет митинг-поинт. Да, можно на митинг-поинт. Спасибо, провожаю. Спасибо, Сергей, большое.